В центре олимпийской подготовки «Авангард» завершился 21-й по счету турнир под зюдо. Мемориал заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева и полковника милиции Николая Анохина носит всероссийский статус. И для участия в Омск приезжают спортсмены из разных федеральных округов, в том числе за получением звания мастера спорта. Эти люди внесли огромный вклад в течение многих лет в развитие единоборств территории Омской области. Воспитали не одного заслуженного мастера спорта, который сегодня присутствует здесь, который также вместе с нами поддерживает данный вид спорта. 98 спортсменов, представители разных регионов и школ приехали на соревнования на пике своей спортивной формы. Не только завидная география, но и увесистый набор званий ежегодно делает сетку соревнований очень серьезной. В этот раз на турнир приехали два международника, 20 мастеров спорта и 78 кандидатов в мастера. «Нелегко получить первое место, поэтому приехали не только мастера спорта, но и мастера спорта международного класса. Поэтому простому кандидату выйти в финальное участие и стать первым становится сложнее». Но уникальная история на данном турнире все же произошла. Челябинский тюдоист Давид Пертия, кандидат в мастера спорта, боролся за первое место с омским мастером спорта, 40-летним Виктором Константиновым. По итогам пятиминутной схватки молодость победила опыт, и челябинец получил звание мастера спорта. «Пережавал за финальную встречу, в виде гостянина боролся, проиграл. Но схватка была очень хорошая, напряженная, равная. Но в одном моменте пропустил бросок, что и определило победу борцу из Челябинска». Пертия победил в весовой категории до 66 килограммов. Победителями турнира стали также представители Тывы, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Свердловской области. А мячи в чемпионский состав не вошли. Серебро есть у Виктора Константинова, бронза у опытного омского атлета Дениса Эмерта. «Омское дзюдо, по признанию спортивных экспертов, из-за таких вот турниров только крепнет. Ежегодно количество секций и учреждений, где развивается одиноборство, растет. Не исключено, что следующий год станет для мячей еще более продуктивным. А свое мастерство покажет наравне с опытными спортсменами молодежь». «Порьба! Сюдо! Вот главные слова! Чтоб жизни подарила нам судьба! Сюдо! Нас Бог не только, что должен знать! Мы вместе с одной и всем победать!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова